В Якутске вскрыли квартиру, где долгое время без хозяина содержались собаки. Представители администрации Губинского округа были вынуждены силой попасть в жилое помещение в доме по улице Черяева. Соседи на протяжении нескольких месяцев жаловались на зловоние и лай собак. Кроме того, сегодня в этой квартире произошла протечка водопровода. Ситуация встревожила и общество по защите животных. Нергаяна Егорова продолжит. Длительное время в этой квартире находились две собаки. Тут ситуация вообще ужасная и долго здесь находиться невозможно. Первое обращение у нас было еще в начале лета. То, что идет запах, собаки лают. Был уход за ними, не было, но запах уже был в подъезде летом. Была женщина, говорят с соседями, что она приходила и их кормила. Но больше никакой информации нет. Дали нам контакт на телефон, контакт на телефон не контактен. То есть он недоступен. Иди сюда, иди сюда. Иди, мух зайца. Собаки в закрытой квартире сидят. Квартира запущена. Все, собаки сидели тут несколько месяцев одни. Нет, их не усыпить надо, а обездвижить. Не усыпить. Да, мы их заберем. Это вы хотели схватить, да? Да. Я ничего не буду делать. Я ничего не буду делать. А вы хотели усыпить, да? Да. Защитники животных запрещают. Для России в целом, и для Якутии в частности, у нас нет закона, который предусматривает ответственность за такое обращение. В данном случае мы-то, люди, все понимаем, что речь идет о жестоком обращении с животным, да? Потому что животное не кормят, не поят, его не дают прогуливаться, да? То есть оно вынуждено существовать так, как существует. То есть в полуголодном состоянии, в диком состоянии там и все такое. Это реально жестокое обращение с животным. Но привлечь за это невозможно, потому что статья 245 Уголовного кодекса не работает у нас. Поэтому тут винить кого-то сейчас, ну, не зная ситуации, нельзя. И мы, в первую очередь, вот сейчас спасаем животных. Ну, и помогаем, конечно, жильцам. По данному адресу, вот, из-под третьей квартиры, уже около месяца под домом подтекает вода. Поэтому в целях избежания устранения аварийной ситуации нам пришло сегодня комиссионное вскрытие. На данной квартире числится задолженность свыше полумиллиона рублей. Первым делом собака смотрят ветеринары, далее их передадут в пункт временного содержания. Елена Егорова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.